В высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского университета прошел очередной мастер-класс, где гостем стала заместитель директора филиала ГТРК «Татарстан» и по совместительству ведущая программы «Вести Татарстан» Лилия Галимова. Кстати, в этом году программа «Вести» отметила свое 25-летие. Гостец сообщила и о недавней победе в конкурсе «ТЭФИ-регион-2016», где ГТРК «Татарстан» стал победителем в номинации «Ежедневная информационная программа для городов-миллионников». На сегодняшней встрече она рассказала студентам о том, как региональным новостям попасть на федеральный канал. Так как мы являемся филиалом федерального канала в ГТРК, то у нас есть прямой контакт с нашими московскими коллегами, с крупнейшими каналами «Россия-1», «Россия-24». И мы в ежедневном режиме работаем по тому, чтобы перегонять туда видеоматериалы о жизни республики, о каких-то важных событиях. У нас есть определенный опыт выстроенный. И вот хотелось бы поделиться с коллегами, с будущими коллегами опытом о том, как можно сделать материал, что нужно сделать, какой он должен быть, чтобы его с удовольствием взяли федеральный канал в свой эфир. Существует два способа, так скажем, поднять свою тему на федеральный канал. Это отправить сюжет в сетку новостей и ждать, пока его заметят. Согласитесь, не самое интересное занятие, к тому же не особо эффективное. А вот второй способ требует гораздо больше сил и терпения. Ваша задача – убедить редактора федеральных новостей прочесть вашу новость и выпустить ее в эфире. Коммуникационные способности, качество которой для журналистов, наверное, одно из ключевых. Когда ты умеешь устраивать диалог, убеждать человека в том, что тебе это надо. Вы все это будете делать, когда поедете на первые съемки на телеканалах, будете брать интервью. Люди будут отказываться на интервью, не будут говорить, что они не хотят говорить ни на камеру, ни на диктапу, не хотят, чтобы это как-то прозвучало. Но вам, наверное, задание, чтобы вы взяли интервью и вернулись всегда все на интервью. Вот тогда должны включаться ваши коммуникационные способности, вы должны уметь убедить человека. Региональным службам новостей тоже нужно включать свои коммуникативные навыки и доказывать московским редакторам, почему эта новость будет интересна всей стране. Лилия Камилевна рассказала, что необходимо также работать над качеством новостей, ведь федеральный канал – это уже совсем другой уровень. В этом году это последний мастер-класс в высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ. В 2017 году встреча продолжится уже с новыми медийными личностями и экспертами в области журналистики. Ведь полюбившиеся для студентов мастер-класса уже успели стать доброй традицией. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.